Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпятум или же Александр, и сегодня мы вместе с вами продолжим радовать людей консервами, молоком и, конечно, шаурмой в игре под названием Evhalat of Brandon. Ну а если вам понравится этот видос или вы захотите меня поддержать, вы можете это сделать с помощью лайков. А ещё, друзья, я хочу вам напомнить, что у нас есть очень крутой ламповый дискорд, в котором мы собираемся вместе, чтобы поиграть в различные игры, разыгрываем эти самые игры, общаемся на разные темы и просто хорошо проводим время. Да я и сам там сижу каждый день. Ссылочку я оставлю в описании, подписывайтесь на наш дискорд, я буду очень рад вас всех там видеть. Ну что ж, давайте начинать работать, но прежде было бы неплохо составить бизнес-план. Какие вообще у нас есть планы и что я должен сделать? Во-первых, самое главное, нужно по-любому приобрести стекло, потому что если придёт мафия, а стекла не будет, то это всё как бы гибель. У меня, конечно, есть медицинская страховка, но этого недостаточно, поэтому первое, что я сделаю, это куплю стекло прямо здесь и сейчас. Так, сколько стекло стоит? Техника стекло 1200. Я готов его купить. Всё, теперь у нас есть стекло. Более или менее я защищён. В идеале было бы ещё купить автоматическую винтовку М16, чтобы как следует отстреливаться от негодяев. Но на это денег пока не хватает. Она стоит 2500. Да-да-да. Друзья, в это сложно поверить, но это действительно так. А ещё у нас есть шаурма. Но для того, чтобы доготовить её, не хватает ингредиентов, придётся закупаться. Я ещё раз посмотрю, что нам нужно. Помидоры, огурцы, капуста, лук. Всё, всё помню. Помидоры, огурцы, капуста, лук. Нету капусты. А нет, капуста есть. Погоди. Это чё, ты от с ума сошёл? Выходит. Так, всё у нас классно. У нас и огуречки тут есть. Э, огурец, куда ж ты убежал-то, мой родной? Иди сюда. Иди сюда. Ты будешь радовать людей. Ты не должен валяться и радовать тараканов. Ты должен радовать людей. Так, нарежем сразу много ингредиентов. Теперь нарезаем капусту. Вот так. Я помню, как работать с капустой. Просто берёшь и работаешь. Вот капустка и ещё немного лучка. Конечно, было бы неплохо. Опять неправильно. Вот это лучшее. Давай лучок режься. И теперь вот сюда складываем. Далее нам всё это произведение искусства нужно собрать в единое целое. Сперва немного кетчука. Потом мы кладём два кусочка курочки. Вот так аккуратно, с любовью. Нужно каждому кусочку говорить, что он самый лучший. Потом кусочек лука прекрасного, белого, белоснежного, как альпийские горы. Парочку помидорчиков. Вот так. Парочку ещё огурчиков. Без них никуда, потому что они добавляют сочности, свежести. И ощущение того, что ты ешь реально что-то очень крутое. Что-то, что может изменить твою жизнь. Ну а далее было бы неплохо капустку как-то сюда поместить. Надеюсь, да, место для неё есть. Что ж, шаверма готова. Извините, шаурма. Я называю её шаурмой. Первая пошла. А вот дальше уже, пожалуй, ничего я сделать не смогу. Так как у нас не хватает просто-напросто, блин, лаваша. Нужно бы закупиться как следует продуктами. Правда, есть одна маленькая проблемка. Если я буду посвящать всё свободное время исключительно производству шаурмы, это плохо. Ведь я трачу на это очень много времени. Гораздо лучше было бы зарабатывать с помощью консервы, тушёнки и вообще обычных продуктов. Но тут дело такое, друзья. Тут дело такое. Хочется, хочется, хочется шаурму. Давайте 10 лавашей сразу. Так-с, что там ещё нам нужно? Кетчук у нас есть. Давайте говяжью попробуем сделать. Для этого купим 5 кусков говядины. Должно хватить штучек 5 помидоров, штучек 5 огурцов, штучек 5 лука. Он не пропадёт, он должен храниться долго. И штучек 5 капусты. В общем-то, это всё. Сколько продуктов? Ну и можно старые добрые морожки затарить. Просто чтобы были. Вода, конечно, нужна. Я и сам буду её пить, и людей угощать. Куда ж без этого? Консервированные продукты. Это вообще, я считаю, эталон вкусноты и качества. Не сравнится, конечно, с шавухой. Но, извините, простите. Не всем продуктам дано быть шавухой. И ещё 4 чего-нибудь я могу купить. Ну давайте ещё 4 куриных грудки, и получается ровно 80. А денег не хватает? А денег не хватает, я же стекло купил. Ну давай пару консерв уберём. Теперь должно хватить, да. Прекрасно. Все деньги потрачены. Пустые коробки, пожалуй, нужно освободить, выкинуть, выбросить, отправить их на свалку истории. Они послужили мне хорошую службу, и теперь они отправляются на помойку. Ну а я отправляюсь в подвал, чтобы перенести новые продукты. Хе-хе-хей. В общем, цели, друзья, такие. Первая цель, самая основная, купить автомат. Вторая цель, купить раздатчик, в который можно будет загружать продукты, и раздатчик автоматически будет эти продукты продавать. А я смогу всё свободное время посвятить любимому занятию, изготовлению шаурмы. И тогда люди будут в 2 раза счастливее. И даже, возможно, сами мафиози придут к нам полакомиться этим вкуснейшим лавашом, в который завёрнуто очень много вкуснейших продуктов. Правда, соус в виде кетчупа, это, конечно, сомнительное решение. Кто добавляет в шаурму кетчуп? Это... Это пипец странно. Должен быть какой-нибудь, вот знаете, такой сметанно-майонезно-йогуртовый соус. Вот что-то такое. Чтобы там была зеленушка, там петрушка, немножечко чесночка, вот чтобы прям... Чтобы передавать свежесть. Кетчуп, он не даёт ощущения свежести. Кетчуп даёт ощущение кетчупа. Ну, бери. С кетчупом хот-дог нормально есть. Ну, уж никак не шаурму, друзья. Будем честны, да? Я не видел, чтобы в шаурму добавляли кетчуп. Это жутко неправильно. Так, продукты мы для шаурмы складываем сюда необходимые. Прекрасно. Остальные продукты я же буду хранить здесь. Грудку мы сами по себе продавать не будем. Теперь она пойдёт исключительно в лаваш. Дальше. Это мы тоже. Хочу сразу заготовить, ну, я не знаю, ну, шесть шаурменций. Может быть, больше. Если научусь ловко её готовить... Вы видели, да, как профессиональные шаурмены её готовят? Просто... Готово, готово, готово. Просто на поток поставлено. У меня же пока с этим какие-то проблемки. Так, овощи все сюда. Да, пускай полная антисанитария. Ну и что? Люди-то этого не видят. Хе-хе. Огурцы. Давай. Нарежу тогда, как и планировал, сразу кучу ингредиентов. И потом можно будет быстро-быстро нарезать всё это дело. Так, лучок. Это сразу туда. Мы ещё не всё достали, да? Помидорки тут ещё есть. Так, морожка. Пускай лежит здесь. Этот ящик можно сразу переставить сюда. Да? Блин, всё завалено продуктами. Я на будущее закупился прямо, чтобы было много. Ну, вроде как нормалды. Вроде как нормалды. Вот этот ящик с мясом тоже можно поставить сюда. Что ж, давайте тогда эту шаурму уберём пока. А чё, её взять-то нельзя? Во, взял. И положим её, пожалуй, куда-нибудь вот сюда. Пускай лежит, мне нужно нарезать ингредиентов. Я хочу сделать говяжью шаурму. Надеюсь, по рецептуре она ничем не отличается от любой другой. Давай смотреть. Да, два помидора, два огурца, два лука, жареная говядина. То же самое, только говядина. Окей. Нарезали говядины. Перекладываем в сторону, чтобы не мешалось всё это дело на сборочной доске. И берём следующий кусок. Сразу нож. Интересно, сколько мяса может храниться само по себе? Надеюсь, не пропадёт. Такс, ещё один кусок. Шустро, да, получается? Не правда ли, друзья? Прям чух, чух, чух. Эх, если бы можно было какую-нибудь повариху нанять, вообще было бы идеально. Хотя нет, шаурму пускай готовят мужики обычно, да, её готовят. Почти всегда. Желательно кто-нибудь с Кавказа, у них прям очень вкусно получается обычно. Как-то вот не знаю, кавказские повара всегда хорошо готовили. Такс, последний кусок говядины. Ну и получается, у нас дофига будет шаурмы выходит. А, надо же мясо положить на сковороду. Ой, на сковороду. На плиту оно же должно приготовиться. Это будет долго, хотя можно прямо вот отсюда закидывать. По-быстрому. Оп. 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 Если что, даже можно кредит взять, чтобы точно хватило на автомат. Пипец. Да, это сложно. Слушайте, вот так вот перекладывать кусочки мяса. Похоже на фрикадельки. Я бы ещё суп сварил здесь, вообще было бы классно. Такс. Можно будет потом мясо прямо отсюда брать. Плиту просто выключить, чтобы не перетаскивать лишний раз. И сразу закидывать свежее мясо, пожаренное. Не падай. В блюдо. Приготовленное. Чтобы место на столе не занимать. Его и так там мало. Там же будут овощи лежать. Такие вот, друзья, дела. Ну, прекрасно. С этим мы справились. Два кусочка курицы. Ну, мы сделаем из них шаурму, конечно. А то они тут лежат такие одинокие. Грустят. А грустить не нужно. Вы скоро станете шаурмой. Зачем грустить? Вот так. Следующий огурец. Ну, прям вообще пипец быстро. Жаль, по одному кусочку приходится перетаскивать. Немного неудобно, но... Не важно. Такс. 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 Лучка. Помидорка. Помидорка нужна. Капустки. Капустки нарезать нужно. Капустки мало. Так. Вот так. Еще давай капустку порежем одну. Это на четыре шаурмы, считай, хватит. Так. И еще одну. Ах, надо бы какой-нибудь ящик себе организовать, в котором можно было бы все это хранить. А еще лучше в холодильник. Да, я куплю себе еще один холодильник и помещу его где-нибудь здесь. Помидоров явно мало нарезано, я могу точно сказать. Прям мало помидоров. Нужны помидоры. Чем больше помидоров, тем лучше. Вот так. Еще помидорка. Не достаю. Помидорич, иди сюда, друг мой. Ну, мы хорошо на этом заработаем. Так, не падай. Не собирай волосы там на полу. Ничего вот этого. Лежи на столе. Тут от тебя пользы гораздо больше. Так. И давай еще последнюю помидору порежем. И можно заниматься уже приготовлением шаурмы. Жесть. Ну, заготовка, друзья, овощная, просто фантастическая. Посмотрим, сколько удастся на этом заработать. Так, давайте включим плиту на 10 секунд. Смотрите, как они журчат, шкварчат просто. Фантастическое зрелище. Друзья, на это можно смотреть бесконечно. Они готовы или не готовы? Давай еще 5 секунд. Мне кажется, они готовы. Готовы. Да. 11 секунд нужно, и мясо готово. Так, дальше. Ну, по старой доброй схеме берем лаваш. Кетчуп. Теперь два кусочка мяса. Первый. Второй. А, я ж куриную хотел шаурму доделать. А я что-то забыл про это. Ладно, сделаем. Такс. Листья капустки. Два огурца. А лук нужен для того, чтобы добавить такой пикантности, друзья, шаурме. Она становится такой остренькой, приятной и великолепной. Ну все, первая шаурма готова. Довольно быстро справились. Давайте ее отложим в сторону, куда-нибудь сюда. Потом сразу все быстро зажарим, и будет классно. Такс. Еще шаурма. Блин, не могу остановиться. Это такое занятие приятное. Куриную нужно доделать. Куда ж без этого. А как я узнаю, какая из них куриная, а какая нет? Блин, так. Это куриная у нас. Потому что до этого я... Вот куриная у меня будет лежать здесь. А она не пожарена. Блин. Короче, отложу пока ее сюда. Чтобы не забыть. Она крайне левая у меня. И еще одна куриная. Просто человек скажет, я хочу куриную, а я дам ему говяжью. И я потеряю на этом деньги. Потому что говяжья стоит дороже. Ну, говядина она сама по себе дороже. Тут уж ничего удивительного нет. Так, еще один огурка. Вот так. Так. Куриные у нас лежат тут. Рядом с боеприпасами. В самом надежном месте, можно сказать. Хе-хе. Так, кетчук. Что у нас еще следует? Ага. Помидорычи. Ребятки мои дорогие. Вот так. Красота. С каждым разом получается все лучше и лучше. Не находите, друзья? Прям вау, вау, вау. Такс. А это точно не куриная? Это... А как узнать, какая это? Там вроде визуально начинка одна и та же. Давайте мы будем ее складывать вот сюда. Чтобы не путаться. Это говяжье. Все. Все нормально. Так, два куска мяса. И теперь огурцы. Нужно все это мясо потратить. И тогда уже будем заниматься другими делами. Готово еще одна говяжья. Следующий, следующий, следующий лаваш. Такс. Поехали. Блин, я реально уже 10 минут чисто готовлю шаурму. А кто меня остановит? А кто меня остановит? А кто мне может запретить заниматься... Это знаете, вот как Пикассо рисовал свои картины, так же и делаю шаурму. Вот ощущения такие же. Кстати, закончился лук. Я думал, что лука у меня больше, честно говоря. Сколько тут кусков лука? Три всего лишь, что ли? Четыре на две шаурмы. Ладно, сразу положу сюда. Как Давинчи ваял статуи, так же я ваяю шавуху. Такс. Ну, вроде все ингредиенты. Ничего не напутал. Да, вся. Третья пошла. Пить хочу, чтобы энергия появилась. Давай. Блин, а рейтинг-то не растет, денег-то нет. Это плохо. За электричество нечем будет платить. Вот это плохо. Давай пока свет тут отключим. Нафига мне свет? Хоть меньше платить придется. Я совсем забыл про электричество, друзья. Что-то моя ошибка. Такс. Только сейчас заметил, что кетчупа хватает на определенное количество шаурмы. Там число отображается справа внизу. Реально не обращал внимания до этого момента. Но теперь я знаю. Готово. Огурцы тоже подошли к концу. Даже не хватает теперь. Я думал, достаточно реально овощей нарезал. Прям много же было. Огурцов так вообще дофигища. Готово. Уже четыре шаурмы лежит. Офигеть просто можно. Мясо. С мясом я перестарался, мне кажется. Слишком много мяса прям. Лука опять не хватает. Было же... Я что, уже весь лук потратил? Да ладно. Ладно. Я могу прямо отсюда его брать, если нужно, чтобы не перетаскивать. Вот так. Почему нет? Ну, да. Отключили мне электроэнергию. Что поделать, друзья? Что поделать? Так я не смогу шаурму пожарить. Мне по-любому надо открывать магазин и зарабатывать деньги на оплату электроэнергии. Иначе пипец. Так. Услуги. 390 рублей. Как же дорого. Может быть 200 заплатить и будет нормально. Давайте кредит возьмем на 200 баксов. Так. Кредиты. Кредиты. Мне большой не нужен. Мне вот 200 баксов. Я его быстро оплачу. 210. Взял. Отлично. Да. Да. Достаточно было эту маленькую сумму заплатить. И все нормально. Давайте начнем продавать все-таки продукты. Потому что иначе перепет будет, друзья. Так. Морожку. Потихонечку будем продавать. У вас есть жареная говядина. Да. У нас есть жареная говядина. Вот она. Получи. Что, дорого? Ну, извини. Ну, извини. Я могу и не продавать. У меня есть дела другие. Не хочешь покупать, но это твои проблемы. Я тут буду шаурму готовить. Кто ж тебе виноват, что ты такой непонятный? Так. Кстати, пицца напоминает. Не находите, друзья? Прям очень сильно напоминает пиццу. Шаурма готова. Что, пришел новый клиент? Нет? Хорошо. Рейтинга немного. Реально, можно параллельно и шаурму делать. И продавать товары. Кто-то придет, я продам. Никто не придет. Ну, ладно. Ай, кто-то сверлить начал. Прямо пипец. Как не вовремя. Это жесть. Ой-ой-ой. Надеюсь, вы не слышите, друзья. Потому что бьет по ушам со всей силы. Так. Мясцо. Такс. Что, пришел клиент? Не пришел? А, виноградные листья. Окей. Не густо. Сегодня клиент. Тогда вы гоните. А сколько у меня наценка стоит? Видимо, видимо, много. Ну, давай 20% поставим. Я думаю, что это нормально. Приемлемо. Такс. В прошлый раз покупало гораздо больше людей у нас продукты. И шаурму покупали активно. И вообще было все здорово. Сегодня же что-то как-то непонятно. Так. Огурец. Сразу два нарежу. Пам-пам. И нужна капуста теперь. Есть место для капусты? Есть. Отлично. Хоп. И хоп. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Курица. Эй, говядина. Извиняюсь. Говядина прекрасна. Говядина великолепна. Что, не хватает помидоров разве что, да? Блин, пипец. Если у меня шаурма пропадет, пока я новую готовлю, это будет просто фиаско, друзья. А что не хватает? Капусту не положил. Помидоров положил больше, чем нужно, а капусту не положил. Прикиньте, перепутал. Не влазит. Может так? Да, получилось. Ну что, 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 что? Шаурма с курицей. На, дружище. Одобряю твой выбор. О, 120 рублей. Одобрямс, одобрямс. Хотя мог бы и подороже купить. Виноградные листья. Вот они. Нормальная наценка. А что? А, они протухли. Мороженое. Протухли виноградные листья мои. Пипец. Но у меня есть новые. Как бы не тухлые. Так что бери, дружище, наслаждайся. Молоко в бутылке тоже протухло. Или не протухло? Вроде протухло. Цена, по-моему, по себестоимости я продаю. Жареная говядина, да. Свежая. 29. Цена реально маленькая. Хочется больше наценку. Давайте 25 сделаем. Я не могу по 20% наценку делать. Слишком мало. Слишком мне невыгодно. Чего я не могу взять ее? Я не понял. А, во. Так, мороженое. Клиентов много. Обратите внимание, друзья. А еще я хочу очень сильно пить. Так, мороженое сейчас будет. Погоди, друган. Вот тебе мороженое. Так, шаурма, шаурма, шаурма. Шаурма не ждет. Доделываем уже. Осталось тут на две шаурмы всего лишь. И будем уже зажаривать и продавать. Надо быстренько все доделать. Это очень большие деньги на самом деле. Если оно не протухло. И все будет нормально. Мы на этом поднимемся очень хорошо. Очень солидно. Лук нужен, правда. Такс. Такс. И еще вот такс. Давай. Готово. Последнюю шаурму нужно сделать. Мороженое. Молоко в бутылке. Разве есть у нас? Да, молоко в бутылке есть. Типа 25% их наценка устраивает. Значит, здорово. Жареная говядина. Не первые свежести, но нормальная была. Вот это одобряю. Еще жареная говядина. Конечно. Молоко в бутылке. А последнее. Так нету молока в бутылке. Где ты его вообще увидел, чел? Иди домой. Проспись маленько. Нет молока в бутылке. Жареная говядина. Все, ребят. Я пошел делать шаурму. Последнюю надо доделать. Лаваш закончился. Похоже, я последнюю шаурму не доделаю, так как... Вот он, последний лаваш. Идеально. Просто идеально. Мимо. Бывает. Бывает и такое иногда в нашей жизни. Происходит, что кетчуп летит мимо. Так. Две помидорки как раз идеально. Правда, овощей больше осталось, чем нужно. Но не страшно. Капустка. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю. Вы хотите пить опять? Я ж только что пил. Ладно, пока будет жариться шаурма, я попью. Ну все, друзья. Посмотрите. Просто король шаурмы. Не иначе. Столько шаурмы вы не видели в своей жизни, наверное, никогда. Причем говяжьей, вкуснейшей. Жесть. Очень много шаурмы. Такс. Такс. А вот эту куриную надо будет дожарить, но это будет вторая партия. Запускаем таймер. 15 секунд. Она будет готова. Пить, 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 воду, пить. Морошка. Пока не растаяло, дружище. Ты правильно сделал, что пришел за ним. А я его взял... Почему я сегодня все беру? А-а-а, почему ты не хочешь мороженое купить? Почему я сегодня все беру по привычке в инвентарь, вместо того, чтобы брать в руки? Не знаю. Что-то это после шаурмы такое произошло. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ее внешний вид, конечно, с ума меня сводит. Сводит еще как. Слева, друзья, запоминаем. Слева у нас будет лежать шаурма куриная. Справа у нас чисто раздел шаурмы говяжьей. Чтобы не спутать ничего. Давайте теперь ее переносить с места на место. А потом будем уже заниматься торговлей по привычке. Кушать хочу. Даже бегать разучился. Поем виноградных листьев. Что делать? Иди сюда. Интересно, купит у меня кто-нибудь сегодня говяжью шаурму или нет? Пипец. Если никто не купит, я прямо буду очень-очень раздосадован. Я очень старался ее сделать. Столько шаурмы, друзья. Мы должны продать всю шаурму, которую изготовили. Я очень на это надеюсь. Офигеть. Это ж... Каждая из них стоит рублей 130. Это, ну, это хорошие деньги. Объективно говоря. Прям отличные. В два ряда уже шаурма складывается. Да, она будет немного полежавшая, но ничего. У нас такая рецептура, которая позволяет шаурме храниться месяцами. Даже без холодильника. Шаурма с говядиной. Первый пошел. 142 рубля. Класс. Мы на этом прямо разбогатеем. Так, с куриную шаурму нужно теперь еще дожарить. Вот так ее положим. Тоже на 15 секунд. Готово. Виноградные листья. Где-то у меня несвежие были. Забери уже. Несвежий продукт. Он нам не нужен. Жареная говядина. Тоже несвежая. Ну, хотя бы что-то свежее ему нужно продать, я думаю. А то как-то некрасиво получается совсем с моей стороны. Так. Шаурма с говядиной. Конечно, есть, мужик. Ну, давай, что-то есть. Слишком дорого. Чел, у тебя нет вкуса. Если ты жалеешь, что 42 бакса на шаурму. Так, с это куриная. У тебя просто нет вкуса. Жареная говядина. Шаурма с говядиной. У вас нет вкуса, лохи. Как вы можете отказываться от этого? Слишком дорого. Ну, вы никогда не попробуете эту амброзию божественную. Шаурма с курицей. Ну, не говори, что дорого. Ну, идиоты. Идиоты. Если сейчас опять не купят, я просто офигею. Шаурма с курицей. Во! Нормальный человек. Шаурма с говядиной. Нормальный человек. Мороженое. Вот это я понимаю. Жареная говядина теперь. Последняя банка. Прости, чел. Надо было поесть мне виноград. Хотя давай продадим. Это не последняя банка. Еще есть чуть-чуть, но все-таки есть. Пить хочу. Ёшки-матрешки. Ну, не свежую тебе продавать, но... Прости. Шаурма с курицей. Кстати, шаурму с курицей-то охотнее. И минус репутация. Шаурма с курицей-то хлятина? Сумасшедшая. Но он по нормальной цене ее купил. Слишком дорого. Да уж. Мне казалось, что шаурму у нас больше. Такое ощущение, будто кто-то ее украл. Какую-то часть нашей шаурмы. 142 рубля. У вас такого ощущения не складывается? Ну, просто выглядит так, будто бы у меня реально сперли шаурму. Жареная говядина. Пить хочу еще. Но ее ведь было больше. Она прямо исчезает, можно сказать. Мороженое. Давайте кредит оплатим, чтобы он не поднимался. Я думаю, что это разумная идея. Кредиты так оплатить. Банк позволяет только через 3 дня. Пока проценты набегут, они ждут, да? Ну, ну, давайте. Видите, хитрые банки сразу кредит забирать не хотят. Хотят, давай, Саня, подожди. Процентики набегут. Вот тогда уж можно будет кредит отдать. Но это не честно. Честно продавать шаурму. Я на нее цену повыше поставлю. Мне кажется, это будет правильно. Потому что что-то как-то дешевое продаю шаурму. 142 бакса. Давай до 150 поднимем. Справедливая цена для шаурмы. Тем более для такой вкусной. Вы видели, как я ее готовил? С огромной любовью. Мороженое, мороженое, мороженое. Нет мороженого. Последняя упаковка, дружище. Зачем тебе мороженое, когда в этом мире существует вот такая вещь? Ты только посмотри. На. На, на. Попробуй ее. Не хочешь? Ты ничего не понимаешь в еде. О, давай. А, но ты еще и бичара при этом. Пошел вон отсюда, чтобы я тебя больше не видел. Никогда. И твоих родственников увиди за собой. На. Красавчик. Красавчик. Он видно, что джентльмен. Посмотрите на его головной убор. Он же джентльмен. Еще и мороженое заберет. Просто мужик. Реально. С большой буквы. А ты? Ну, кепка и шляпа, друзья. Ну, понятно, что в шляпе идет серьезный дядя, а в кепке идет какой-то непонятный чел. Виноградные листья. Пришел. А нет, все-таки шаурму он возьмет. И что, они пропали тоже? Блин, у меня все продукты пропали сегодня. Ну, это все мафия плюс шаурма. Я, конечно, не могу шаурму винить ни в чем, но по факту, по факту, я потратил время на шаурму. А был бы у меня раздатчик, все могло бы быть иначе. А ты видишь виноградные листья здесь? Нету их. Мужик, ну, ты мужик или не мужик? Вы мужики или не мужики? Алло, вы что себе даже на шаурму заработать не можете? Блин, у нас рейтинг падает. Слишком много отказов. Давайте мы 20% поставим и 25%. И все, этого достаточно, потому что они не покупают. Мы только рейтинг теряем. Да хватит уже, собаки! Я вас расстреляю сейчас. Не дай бог. Блин, рейтинга дают меньше, чем отнимают. Это не честно. Он что, хочет хлеб и кваст? Больной? У меня шаурма только есть. Иди домой. Во, красава. Ну и все. Магазин закрывается. Мы потратили много рейтинга сегодня. Продавали тухлятину. Продавали шаурму. Были высокие цены. И людей это не устраивало. Но 2500 баксов заработали. Учитывая, что при всем при этом. Полторашку я потратил на стекло. Так бы у нас было 4000 баксов. То есть, ну, скажем прямо. Все довольно таки неплохо. И на этом, друзья, мы с вами, пожалуй, пока остановимся. Надеюсь, видосик вам понравился. Такой кулинарный, шаурмичный. Будем продолжать. Не забывайте про дискорд, друзья. Ссылочка в описании. До новых встреч. Удачи. Пока. Счастья вам.